Сквер на сопке Орлиное гнездо был построен в прошлом году. По проекту здесь появились пешеходные дорожки, скамейки, детская и небольшая событийная площадка. Изюминкой сквера стала, конечно, видовая площадка, с которой открываются виды на город, Амурский залив и Золотой Рог. Новый сквер осмотрели мэр Владивостока Константин Шестаков и сенатор Александр Ролик в формате выездного совещания. Вот так, чтобы можно было использовать подворки. Ребята тоже организовали верхний ворк. Внизу у нас находится скейт-парк, скейт-сквер. Мы как раз отсюда хотели вниз организовать спуск. Смотрите, видите, такой красивый. Ну и эту площадку хотели тоже для проведения мотай-калатадьев. В общем, доступно. Вот как дополнительный следующий этап будет вовлечение уже этой территории. Ну, так хочется всю эту территорию облагородить. Помимо Орлины, сопки посетили и строительную площадку, которая развернулась в Голубиной Паде. Там будут возведены жилые дома разной этажности. Создана сеть улиц, а в центре нового района появится зеленый бульвар. Вопросы связаны с комплексной застройкой территории, создание комфортной городской среды в рамках реализации соответствующего федерального проекта находится на контроле у сенаторов Совета Федерации. В первую очередь смотрим, какие есть проблемные вопросы, требующие регулирования на федеральном уровне. Поэтому для меня очень важно иметь прямую связь с территорией, смотреть, что делается в Приморском крае и в Владивостокском городском округе. Сегодня мы выбрали несколько площадок, которые важны для Владивостока. Конечно, мы показали те проекты, которые мы реализовали в прошлом году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе и площадку на Сопке Орлины. На мой взгляд, проект получился любопытным. Это точно не финальные работы по Сопке Орлины. Мы будем по мере передачи земельных участков из собственности Дома РФ вводить в благоустройство. Мы бы хотели эту территорию видеть комплексно благоустроенной. Мы сейчас находимся на территории Голубиной Паде. Здесь уже приступили к реализации проекта по строительству большого комплекса компании ФСК Редион. Мы бы хотели, и собственно говоря, это было отражено в проекте, чтобы эта территория была общедоступна, она была комфортна для проживания и присутствия на этой территории жителей, которые будут собственниками квартир. И предприниматели здесь тоже найдут себе достойные варианты для применения своих талантов, поэтому и бизнесу, и жителям, и городу с точки зрения архитектуры этот проект более чем любопытен. Весь квартал вместе с бульваром будет общедоступным, причем в первых этажах зданий разместятся кафе, рестораны, магазины, спортклубы и другие общественные коммерческие предприятия, а также планируется строительство детского сада. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.